О главных новостях краевой столицы региона прямо сейчас в программе День с толком. В студии Мария Мацаева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Маслянистые пятна на поверхности реки. В прибрежной зоне Барнаула ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов. Спустя 10 дней масштабный лесной пожар в Егорьевском районе наконец потушен полностью. Еда по большой скидке. Есть ли фудшеринг в Алтайском крае? И могут ли жители региона массово перейти к осознанному потреблению? Пожар в Егорьевском районе наконец-то полностью потушен, сообщили в Минприроды края. Напомним, он начался еще 19 июня, а спустя несколько дней распространился на территорию в 10 тысяч гектаров. Бороться с огнем помогали специалисты авиалесоохраны из Ханты-Мансийского автономного округа. Особенно отличились на пожаре трактористы Боровлянского лесхоза Виталий Шатохин и Сергей Поднебеснов. Они несколько суток, сообщил в своем телеграм-канале губернатор края Виктор Томенко, провели в кабинах своих тракторов, работая в тяжелейших условиях. Обоих мужчин приставили к награде за честь и мужество. Режим повышенной готовности ввели в центральном районе краевой столицы. В реке Барнаулка у улицы Приречная разлились нефтепродукты. Необходимо было оперативно привлекать соответствующие службы для принятия мер. Поэтому данный режим позволяет это сделать в кратчайшие сроки. Маслянистые пятна на реке зафиксировали прошлым вечером. Сейчас 23 специалиста удаляют их с поверхности воды. А чтобы нефтепродукты не растекались, на реке установили боновые заграждения. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии края взяли пробы воды на анализ. Барнаульский водоканал уже отреагировал на ситуацию. По словам его представителей, угрозы попадания нефтепродуктов в систему водоснабжения города нет. Но ликвидацию последствий происшествия под личный контроль взял Виктор Томенко. И по данному факту начала проверку прокуратура края. И к другим темам. Почти 900 дополнительных мест создадут к 1 сентября для первоклашек Барнаула. В администрации города проработали меры для снижения напряженности, существующей в некоторых школах. Подчеркнем, что сегодня завершается первый этап приема заявлений от родителей первоклашек. А второй стартует 6 июля. Подробности расскажем далее. 9,5 тысяч заявлений от родителей уже приняли в городском комитете по образованию. На первом этапе он длился почти три месяца. В первой классе зачисляли детей по месту жительства, а также льготников, чьи родители работают в полиции, МЧС, Увсении и других силовых структурах, а также чьи братья и сестры уже учатся в этих школах. С 1 по 5 июля детишек зачислят. Если кому-то пришел отказ или кто-то еще не подал заявление, с 6 июля стартует второй этап приема документов. Родители смогут подать заявление через портал госуслуг, предварительно сделав Черновик, и ровно в 8.00 6 июля отправить это заявление в школу. Также через портал образовательных услуг или при личном общении в школе. Непростая ситуация с зачислением детей пока в индустриальном и центральном районах Барнаула. Правда, в мэрии уже приняли меры для снижения напряженности. К 1 сентября будут созданы дополнительные 876 мест для первоклашек. Для закупки оборудования и мебели выделены средства. В ряде школ пришлось прибегнуть и к непопулярной мере. Количество детей в классах придется увеличить до 34, где-то до 38. Решаются проблемы и в новых микрорайонах. Времена года и НОРД. Детей оттуда будут возить на автобусах до 84 и 114 школ. Почему именно к этой школе? В этом году у нас открывается школа в спутнике. Школа 138. С 1 сентября мы планируем открыть. Порядка 850 детей планируем, что в эту школу у нас поступят. Соответственно, дети из 114 школы, потому что 114 школа у нас принимала таких детей, она немножко освободится. И, соответственно, в этой школе мы сможем обеспечить места для первоклассников, те, которые проживают у нас в микрорайонах новостроек. Ввозить детей будут 4 автобуса. В администрации города доставку до школ на автобусах назвали мерой временной. Сейчас продолжается строительство школы в квартале 2011. Сдать ее планируют в следующем году. Как только это случится, дети из 114, разумеется, по желанию, смогут перейти в новую школу. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. А для представителей старшего поколения в этом году в крае расширят программу долголетия. Теперь для пожилых людей творческие, спортивные и культурные мероприятия будут проходить не только в октябре в месячных пожилого человека, а с июля по октябрь. Такой марафон долголетия поддержал губернатор края Виктор Томенко. Накануне он посетил один из комплексных центров социального обслуживания населения и лично оценил услуги, которые оказывают пенсионерам. Тему продолжит Юлия Щепина. Группу активных пенсионеров «Вдохновение» Наталья Котова посещает уже пять лет. Кроме самого главного общения, получает помощь специалистов и нашла занятие по душе. Мы заливаем брелочки эпоксидной смолой, то есть сухоцветы выкладываем, и сверху формочки силиконовые. Мне очень нравится здесь. Психолог у нас здесь с нами занимается тоже и память развивать. Очень нравится мне физическое занятие у нас. Там есть у нас дорожка из камешков, тропа здоровья, как мы называем. Самое сложное, конечно, ходить по шишкам. Не каждый может. Ежедневно комплексный центр в Новоалтайске посещает около 160 человек. Учреждение оказывает услуги в стационарной, полустационарной и надомной формах социального обслуживания населению Новоалтайска, Косихинского и Первомайского районов и зато Сибирске. У нас есть несколько отделений. Есть отделение комплексной реабилитации, где услуги предоставляют специалисты для семьи, воспитывающих детей инвалидов. Есть отделение по работе с семьей. Сейчас в основном специалисты этого данного отделения закрывают такое направление, как работают с семьями, участниками специальной военной операции. И центр дневного пребывания, в котором мы сегодня с вами находимся, он открыт для людей пожилого возраста и инвалидам 18+. В 2019 году учреждение стало участником регионального проекта «Старшее поколение» по национальному проекту «Демография». В 2020 году открыт пункт проката технических средств реабилитации. Губернатор края Виктор Томенко посетил центр и встретился с его постояльцами. Я даже не верил, я вот седьмой год хожу, что вот так сделали, быстро сделали, хорошо. Но есть с чем сравнить, да? Конечно, очень большое сравнение. Поток, движение сейчас, общение. А вы сами где живете? Я же с Боровихи езжу за 40 километров, но тем не менее еду сюда, потому что тут интересно. В крае сегодня живет свыше 700 тысяч пенсионеров. Им оказывают разные формы поддержки. Мы будем продолжать это все делать. Из последнего, что вот люди, кто совсем у нас постарше, дети войны, мы приняли решение ежегодно выплату Дню Победы делать. Также Виктор Томенко рассказал о том, что с этого года для пожилых людей края стартует марафон долголетия. Четыре месяца различных мероприятий, от социальных до спортивных. Председатель Совета ветеранов Первомайского района отметила, что такая забота не помешает. Но лично она мечтает об интернате в их районе. Виктор Томенко пообещал поработать над этим вопросом. Ну а вам пахать и пахать. Вы пять лет отпахали и на пять лет... Я хочу сказать, что мы стараемся. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. В Госдуме предложили разрешить магазинам бесплатно раздавать товары с истекающим сроком годности. Это получится сделать, отменив НДС на фудшеринг для торговых сетей. Сегодня на российском рынке развиваются две модели фудшеринга – благотворительный и коммерческий. То есть в первом случае еду раздают безвозмездно, а во втором – продают по внушительной скидке. Как раз об этом наш следующий материал. В нем мы пытаемся ответить на вопрос – а есть ли фудшеринг в Алтайском крае, в принципе, и в других регионах России? 30% от всей еды, которая производится, оно уходит в пищевые входы. Это примерно 2,5 миллиарда тонн ежегодно. А именно – это то, что пропадает по пути в магазин, на его прилавке или у нас дома в холодильнике. Елизавета живет в Норвегии и уже пару лет она в каком-то смысле герой. Девушка спасает продукты с помощью фудшеринга. Для начала фудшеринг бывает благотворительным и коммерческим. В отличие от первого, коммерческий фудшеринг подразумевает продажу еды по большой скидке. Наша героиня открыла для себя несколько приложений, которые борются с пищевыми отходами. В дело подключаются кафе, магазины и даже отели. Мне очень стало интересно вообще, как это работает. То есть это был новый стартап в Норвегии у нас. И я вот так вот зарегистрируюсь, ты платишь фиксированную сумму всегда, это очень маленькая, 4 евро. И всегда пишут, на сколько денег в этом пакете будет продуктов. То есть обычно там на 20 евро. Очень быстро разбирают. То есть это действительно хорошая, свежая еда, съедобная абсолютно, которую мы спасаем от выкидывания. Но пока фудшеринг больше распространен в Европе. В нашей стране, пожалуй, только в столице. И то на старте. В небольших городах фудшеринг ассоциируется с простой оценкой. Даже так, на грани просрочки. Псевдо-фудшеринг, конечно, он известен давно в виде переклейки сроков годности. И его пока, наверное, в Алтайском крае не рассматривают, как некий цивилизованный или вообще-то бизнес. И для меня тоже это не совсем такое пока еще сформированное понятие, как предпринимательская деятельность. Наверное, потенциал какой-то есть. Особенно на фоне того, что для многих это может быть и существенная экономия средств в семейном бюджете. Кстати, недавно в Госдуме предложили разрешать магазинам бесплатно раздавать товары с истекающим сроком годности. Это получится сделать, отменив НДС на фудшеринг для торговых сетей. По действующему законодательству бизнесу проще уничтожить эту продукцию, чем отдавать населению. Но благотворительность, как и утилизация товаров, откровенно говоря, не очень интересна предпринимателям. Как и коммерческий фудшеринг. Пока в провинции у него туманные перспективы. Я знаю, что в Мурманской области, откуда я родом, эту проблему тоже пытались как-то решить. Но это все заглохло на уровне, а как людям сообщать, а кому это надо. Так как нет каких-то общих регулировок, и каждый там сам по себе, и очень сложно еще просчитать выгоду. То есть кажется, я могу эту булочку черствую трехдневную, еще два раза продать, все нормально. То есть на самом деле это, конечно, такая отдельная бизнес-модель, которую надо следить и просчитывать. Возможно, все-таки, когда уровень бизнеса вырастет, будет какой-то трафик определенный. Это культура, она только-только зарождается. Я думаю, может быть, в течение трех лет, я думаю, это будет актуально у нас. Пока даже не задумывался на такую тему. Вы первые, кто озадачили про это поговорить. Поэтому, я думаю, к этому можно вернуться. Не исключено, что в будущем коммерческий фудшеринг выльется в региональный стартап, принося пользу всем участникам рынка. В том числе покупателям, которые по соблазнительной цене будут спасать банан от одиночества, булочку от неминуемой черствости и помидор от коварной плесени. Все в руках маркетологов. Не чувствуешь себя бомжом, а просто чувствуешь, что ты помогаешь этому несчастному банану. Вот точно так же. То есть сделайте из людей вот таких героев, которые действительно решают и помогают. Вот и все. Ирина Корчагина, Данил Кузнецов. День с толком. Работать на благо города и его жителей. По сути, таково предназначение общественной палаты Барнаула. Накануне состоялось первое заседание нового шестого созыва. Его состав обещал сохранить и приумножить традиции, которые были заложены предшественниками. Подробности расскажем далее. Пятый созыв, который передал эстафету шестому, работал в непростых условиях. Из-за пандемии им приходилось многие решения принимать онлайн. Не хватало личного общения. Но они справились. Представлены самые разные слои общества, разные специалисты. И, конечно, мы можем выносить иногда, обсуждая документы разные, законодательные акты, выносить профессиональное свое мнение. И, к нашему мнению, прислушивались. Общественная палата, как отметила на встрече глава города, реальная площадка для выражения интересов самых разных профессиональных и социальных групп. Ваши замечания и предложения учитывались при формировании генерального плана, реализации национальных проектов, безопасной и качественной дороги, жилье и городская среда. Вы обеспечивали общественное наблюдение на выборах депутатов Государственной думы, АКЗС, Барнаульской городской думы. Мнение общественной палаты всегда учитывается при формировании бюджета города Барнаула. Представители общественной палаты в свое время поддержали введение антиковидных ограничений, внесение изменений в герб Барнаула, присвоение краевой столицы звания «Город трудовой доблести». Общественники оказывают поддержку и семьям мобилизованных отправляют гуманитарную помощь в зону СВО. Глава города поблагодарил всех представителей пятого созыва за хорошую работу и вручил награды от администрации Барнаула. Благодарила работавших в пятом созыве и руководитель городской думы. Я еще раз хочу выразить слова признательности от депутатского корпуса за вашу работу и смею надеяться, что следующий созыв общественной палаты будет столь же внимателен к проблемам и чаяниям жителей Барнаула. И самое главное, мы сохраним нашу добрую традицию взаимодействия с депутатским корпусом Барнаульской городской думы. Владимир Лопаткин на посту председателя общественной палаты в шестом созыве сменил Борис Черниченко. Он пообещал сохранять традиции предшественников. Мы, скорее всего, будем и, по сути дела, должны являться тем проводником, который усиливает связь населения и руководство городом. Дает возможность глазами жителей администрации увидеть те проблемы и наоборот. Вячеслав Франк поздравил нового руководителя общественной палаты и пожелал успехов в дальнейшей работе. Татьяна Голубева, День с толком. Экологическая акция по раздельному сбору вторсырья впервые пройдет в Новоалтайске. Организаторы движения призывают сохранять чистоту природы, разделяя мусор. Он отправится не на полигон, а на переработку. Принести можно будет металл, стекло, бумагу, пластик разных видов и маркировок, ветош, сломанную бытовую технику и рентгеновские снимки. В Новоалтайске, правда, пока не смогут принять просроченные лекарства и блистеры, картриджи от фильтров для воды, пенопласт и целлюлезные ячейки для яиц. Новоалтайск готов вообще на 99%, потому что ни одного человека я не встретила, который не принял бы нас с каким-то отторжением. Все рады, что мы наконец-то в Новоалтайске будем делать это дело благое, потому что очень многие люди из Новоалтайска и ближайших округов, так сказать, ездят на акции в Барнаул. А нет такой возможности у всех ездить постоянно, и поэтому все копят это все в квартирах. Ну вот его возят раз в 3-4 месяца. В Новоалтайске, может, каждый месяц. Мероприятие пройдет 1 июля с 12 до 14 часов у торгового центра «Альфа». К экологической акции может присоединиться каждый. Такой выбор однозначно сделает наш край чище. И к другим темам. В краевой столице начали готовиться к празднованию 293-й годовщины со дня образования города. Ее предварительно отметят в субботу, 2 сентября. А главной темой именин станет слоган «Барнаул – город умных, талантливых и сильных людей». Подробнее о том, как пройдет день города 2023, расскажем далее. 293 года исполняется в этом году «Барнаулу». На заседании городского оргкомитета, посвященного подготовке к празднованию, обсуждает, как ярко отметить красивую дату. По словам председателя комитета по культуре Валерия Поршкова, главная тема торжества в этом году «Барнаул» – город умных, талантливых и сильных людей. Иными словами, развитие столицы края через демонстрацию достижений горожан. Праздничные официальные мероприятия предлагаем условно разделить на три направления. Это знания, образование, наука, молодежная политика, творчество, культура, дополнительное образование, архитектура, дизайн и благоустройство и успех. Здесь мы будем рассказывать о героях специальной военной операции, волонтерах, достижениях в промышленном производстве, спорте, победителей творческих фестивалей и конкурсов. Еще одна фишка праздника – портреты барнаульцев с описанием их достижений. Под поздравительные баннеры планируют отдать не меньше сотни рекламных поверхностей разных форматов. Их разместят на въездах в город и по основным транспортным магистралям, а также в местах проведения массовых мероприятий. Именно портреты горожан с описанием их достижений в этих отраслях, на наш взгляд, и должны лечь в концепцию праздничного оформления, а также стать элементами сценариев праздничных мероприятий. Праздничное оформление планируют завершить к 25 августа. Сам же день города пройдет в субботу, 2 сентября. Дата предварительная, может быть уточнена. В программе торжеств запланированы десятки разноплановых мероприятий. По традиции, их кульминацией станет эффектный фейерверк. В этом году он продлится 7 минут. За это время прогремит несколько десятков залпов. Дмитрий Дроздов, День с толком. И в завершении выпуска новости спорта. Показательные выступления по кикбоксингу впервые прошли на одной из площадок агрофорума «День сибирского поля». Шесть боев, в которых приняли участие ведущие спортсмены России, получились захватывающими и даже моментами драматичными. О фестивале «Сила духа России» и о том, по нраву ли он пришелся аграриям края, расскажем далее. Спортивная площадка в сердце поля. Ринг в одном из павильонов агрофорума. За всю историю Дней сибирского поля такое организовано впервые. Хотя идея зародилась год назад, во время чемпионата России по кикбоксингу, который проходил в Барнауле. У нас приехало очень много представителей первых лиц разных регионов, а также Виктор Петрович Томенко. И когда на финалы приехал Межин Сергей Анатольевич, смотрели финальные бои. И в этот момент как раз у нас родилась идея, что можно добавить площадки именно День сибирского поля. Она отлично работает как власть и бизнес. И мы решили добавить еще здесь спорт. Организация началась за 30 дней до наступления Дня поля. Но успешно справились. Я думаю, что результат налицо сегодня. Большое количество обратной связи мы уже получили по брендированию, по арт-объектам, по хедлайнеру. У нас будет выступать Николай Емелин с высокопатриотичными песнями. Я думаю, что публика будет довольна. И приятно радовать такой кластер, как сельское хозяйство. Показательные бои. 12 лучших бойцов страны в средневесовой категории. Противник нашего земляка, мастера спорта Александра Бурова. Один из лучших хикбоксеров. Спортсмен из Красноярского края Кирилл Хизовец. Первый раунд мы друг к другу присматривались. Кто как. Ну, свои моменты нужно понимать тоже в первом раунде. Во втором раунде же начинали разгоняться, разгоняться. И к третьему всего себя дали. Полностью отдаваться своему делу. Стратегия, которой придерживаются и алтайские аграрии. На каждом производственном этапе. От выбора семян до сбора урожая. Сельхозпроизводители с одной стороны вдумчиво, с другой не без азарта конкурируют. Правда, не столько между собой, сколько с внешними обстоятельствами. Я думаю, даже фермерство – это самый захватывающий вид спорта. Молодцы ребята! А почему? Ну, потому что спорт – это борьба, фермерство – это тоже борьба. Только за урожай, за погоду, за цены и так далее. Каждая упорная борьба вознаграждается. У спортсменов – признанием и кубками. У фермеров – богатым урожаем. Вклад и тех, и других в конечном итоге ценен землякам. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все новости уходящей пятницы. Завтра смотрите итоговый выпуск недели с Ириной Корчагиной. Неизменно для вас телефон нашей редакции – 205-545. А через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». Всем хороших выходных и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok.